Еще раз всем добрый вечер, спасибо огромное, что вы с нами, для нас, для издательства «Порядок слов» первый опыт онлайн-презентации книги, и судя по количеству людей, которые присоединились к нам, этот опыт можно считать уже как минимум наполовину успешным. Спасибо за проявленный интерес, книжку я сейчас покажу, вот она у меня в руках, эта книга называется «Декорации сталкера. Рассказ художника из зоны событий», довольно редкая в издательском деле история, потому что книжек, написанных и созданных художниками-постановщиками, действительно очень мало. Я в социальной сети смотрел, что люди об этом говорили, у меня есть в друзьях несколько художников-постановщиков, они обсуждали, что как мало книжек, посвященных, собственно, их профессии. Вот, и я с огромной радостью, во-первых, представлю сейчас всех участников и участниц нашей зум-конференции, нашей презентации, вот, и скажу пару слов о создании этой книги. Во-первых, я с огромной радостью представляю нашего замечательного автора, это Рашид Сефюглин. Рашид, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Всем привет, всем добрый вечер. Также я хочу представить Андрея Тарковского, который с нами из Флоренции, это очень приятно, что мы можем, так сказать, воспользовавшись этой печальной ситуацией, соответственно, подключить Казань, Москву и Флоренцию. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Евгений Цимбал из Москвы. Евгений, добрый вечер. Добрый вечер. А также я представляю художника книги Арину Журавлёву. Арина, привет. Привет, привет. И редактора книги из «Владельца порядка слов» Анну Изака. Аня, привет. Поздоровайся, тебя не видно. Привет. Привет. Вот. Я на самом деле скажу, что у этой книжки есть «Крёстная мама», которая, возможно, тут с нами в этом чате. Зовут её Марина Разбежкина, потому что про Рашида впервые мне рассказала Марина, с которой мы много лет, я не скажу, дружим, но, по крайней мере, мы общаемся. И я бесконечно уважаю всё, что она делает. И её школу, и её собственное творчество. Вот. И она рассказывала про Рашида, удивительные истории. Мы также в порядке слов, соответственно, её книгу совместную с Рашидом продаём названием «Чурики Макуни по острову Свияжск». Это замечательная книга художника, где записи Марины Разбежкиной о Свияжске, такие миниатюры, проиллюстрированные Рашидом. Если кто не видел, книжка действительно выдающаяся. У меня, к сожалению, здесь вот её нет другой. Вот. И так получилось, что с 2018 года я стал генеральным продюсером кинофестиваля «Зеркало» в Ивановской области, фестиваль имени Андрея Тарковского, посвящённый новому языку в кино и, безусловно, так сказать, освящённый именем «Патрона» фестиваля. И в прошлом году мы задумали пригласить Рашида, про которого я так много слышал, на наш фестиваль, и сделать также небольшую выставку его работ, посвящённых работе над кинофильмом «Сталки». И вот мы приехали небольшой делегацией в Свияжск познакомиться, чтобы поговорить о выставке. И тут Рашид как бы рассказал нам, что уже продолжительное время готовит книгу о своей работе. А так как, соответственно, вот у нас с Анной книжные магазины совсем небольшое, маленькое, но гордое, независимое издательство под названием «Порядок слов», то мы решили, что это какая-то замечательная история, что мы можем эту книжку издать. И, честно говоря, я не знаю, поверил ли нам Рашид сразу же, что мы её издадим, или подумал, что мы просто так из вежливости это сказали. Но дальше мы начали на него коллективно наседать. И результат этого, собственно, вот он перед вами, я могу показать его, к сожалению, только виртуально, но я знаю, что очень много людей воспользовалось нашей такой опцией купить книжку на презентации со скидкой. И я надеюсь, что все из вас, все те, кто её купил, получат её и будут её обладателями и обладательницами. А кто, соответственно, ещё не приобрёл, то я горячо советую на нашем сайте её приобрести. На этом моё вступительное слово заканчивается. И я бы, собственно, теперь передал главному виновнику нашего собрания слово «Рашид». Пожалуйста, вам слово. Да, это технический момент, так как у всех, кроме участников нашей конференции, заявленных, выключены микрофоны. В Zoom есть такая опция «Чат». Включайте её, если у вас появятся вопросы. А мы очень надеемся, что они у вас появятся, как ко всем, в первую очередь, к Рашиду, и к Андрею, и к Евгению, может быть, к нам. Мы с радостью будем после вот тех запланированных вступительных речей на них отвечать. Спасибо большое, Рашид, теперь вам слово. Да, будет замечательно, если будут задавать вопросы, потому что на них отвечать интересно. Они могут оказаться провокативными, это тоже хорошо. То есть, в любом случае, наверное, будут вопросы об Андрею Сенчу, о том, как это всё произошло и как происходило. Я в книге рассказываю подробно прямо с того момента, как я появился на «Сталкере» и до приезда в Казань. Он ещё в Казань приезжал с кинолекциями, с выступлениями. И здесь, в киношколе, значит, не киношкола, это была, это молодёжный центр, так называлось, и было выступление. Варина Разбежкина об этом может замечательно рассказать, и, в принципе, задать какой-то ещё вопрос, если для того, чтобы подвигнуть разговор к какому-то интересному повороту. Если нет ещё вопросов, я буду сам попытаться рассказать, с чего, я думаю, начать разговор. Ну, например, как получилось так, что я оказался рядом с Андреем Сенчу, с Тарковским. Это было очень странно. Очень странно, и после фильма «Сталкер» у меня возникло ощущение, что мы все живём в определённой зоне, где есть комната желаний. Мы туда попадаем, или мы там вообще проживаем. И желания эти, если они очень сильные, сдаённые даже желания, скажем так, затаённые, очень внутренние глубокие желания, они исполняются. У меня, по моей жизни, так получилось. Например, я ещё в художественном училище учился, в Казани. Вот я вижу журнал «Искусство кино», и там Андрей Сенч выбирает, ищет актёра на роль Андрея Рублёва. Ой, ой, как интересно, захватывающе. Мне бы, мне бы оказаться на съёмках, или где-то там рядом, ну хотя бы рядом постоять, откуда-то подсмотреть. И это произошло. Произошло самым неожиданным образом. И причём, неожиданным, и в то же время, как я понимаю, что всё шло к тому, всё шло к этому. Например, я в Казани покупаю книгу Тенгиза Мирзашвили, изумительного художника, единственного грузинского художника, купил книжку. Даже не книжку, а набор открыток. Выезжаю ещё на Творческую дачу, и там вижу человека, которого, ну, я залюбовался, на него смотреть было приятно. Но вот стоишь, вот, человек нравится. Смотришь на это, там бильярдные, значит, играют всё. А он как ребёнок, у него какие-то эмоции так выражаются, как он смотрит на эту игру. Ну, в общем, я уже на игру не смотрю, я смотрю на него. А он заметил, что это такое. Кто-то тут присматривает за ним. Мы познакомились. Он говорит, Рашид, вот я сделал эскизы к Магбиту, спектаклю Магбит. Не смог бы ты их собрать в какой-то объёмной пространственной конструкции? А мы в дизайнерской группе, они уже написаны. Я говорю, с удовольствием. Я ему сделал три варианта, всё нравится. Он говорит, а пойдёшь со мной в театр работать? С тобой? Да с удовольствием, с огромным удовольствием. И вот мы идём. Он говорит, пошли знакомиться с режиссёром. И идём, значит, а ты знаешь, к кому мы идём? Нет, ты не говорил, я не знаю. Он говорит, мы идём к Тарковскому. Тут меня прошибло. Я не помню, что со мной было в этот момент. Ну, я шёл, я не упал. И в конечном итоге мы оказались в квартире. Там, где, в конце концов, я потом два года уже, или больше, я уже не помню. В общем, много лет, как мне показалось, я тоже жил в квартире Тарковских, потому что я помогал там. В общем, мне негде было жить. Работать на Мосфильме и негде было жить. Они меня приютили в конечном итоге. Так случилось с Андреем Сенчим Тарковским. А до этого были ещё такие же чудесные явления, открытия, которые шли, 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 и я, как бы, заранее уже готовился к ним, потому что я вдруг обнаружил, ну, почему я занимаюсь сегодня вдруг фактурами, вот так бешено занимаюсь фактурами. Не знаю, ну, хочется. Ну, просто хочется. Как кошка ищет там траву, ну, для того, чтобы поесть какую-то лечебную, я, наверное, так же странным образом, значит, выбираю себе какую-то работу. В конечном итоге оказывается, что вот не зря я этим занимался, потому что потом мне пришлось как раз этими декорациями, фактурами-то и заниматься. То есть здесь мне нужен был опыт уже, заранее, готовым нужен. То есть к этим чудесам, к этим явлениям нужно быть открытым, готовым. Открытым само собой. Ну, готовым заранее. Есть какие-то вопросы? Или нет? Ну, я предлагаю, Рашид, может быть, нашим гостям передать слово. Андрей Андреевич, давайте начнем с вас. Да, добрый вечер. Ну, мне тоже очень интересно послушать рассказ Рашида, тем более, что с «Сталкером» связаны у меня, наверное, самые интересные воспоминания о работе отца, поскольку я уже был в несколько, как сказать, в таком меняемом возрасте, когда помнил уже, мне было 9-10 лет, когда была работа над картиной. И я бывал на съемках, и все, что касается павильонной части «Сталкера», это я не был в Таллине, но на съемках на Мосфиме в павильоне я присутствовал. И я прекрасно помню, как они работали, как работал Рашид, чего это стоило, и какой удивительный, интересный вообще моментом это было в судьбе, наверное, всех, потому что, ну, для меня, естественно, будучи ребенком, мальчиком, это вообще была сказка, да, присутствовать на павильоне, видеть, как это все создавалось, какие удивительные были декорации. До сих пор я, наверное, нигде не видел ни на одном сете кинематографическом такого подхода и такой работы, тщательной, скрупулезной, интересной и глубокой. и потом, естественно, все это переносилось в павильон и переносилось домой, потому что, да, Рашид у нас останавливался, жил, и они с отцом продолжали работать дома. Эскизы, идеи, постоянно говоря о фильме, то есть такая постоянная, постоянная работа. Это было чрезвычайно интересно. И эта книга, как раз Би Рашид рассказывает об этом, это очень ценный материал, потому что многое не знают, многое не знал я, и поэтому, я думаю, это будет очень интересно не только любителям творчества, а именно людям кино, которые просто должны, особенно молодым, которые часто забывают, что стоит за кадром, что значит работа художника, что значит подход к декорациям, к фильмам. Каким, каким был у отца и каким был у Рашид. Я могу заполнить чуть-чуть, Алаверде сделать, да, по поводу декорации. Вот он заговорил, каким удивительным были декорации. Дело в том, что на Мосфильме я бегал, смотрел все павильоны, оббегал, смотрел, где, 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 где еще что-то можно увидеть интересное. Я впервые на Мосфильме значит бегаю, смотрю, бутафория, хорошая бутафория, тут бутафория, там бутафория, но у нас было все натурально. То есть, мы из Талина, из-под Талина, привезли какие-то доски, оплавленные провода, какие-то ржавый металл. Ну, то есть, все там было очень натурально, очень живо, очень цветно, цветно в каком случае, ну, сдержанные цвета, но все очень богато по оттенкам. Вот. И когда я, я уже перескочу, когда я собрался уходить с Масшильмом, мне, значит, в отделе кадров, начальник отдела кадров, молодой человек, вы совершаете большую ошибку, после Тарковского вы будете на расхват. Что вы делаете? Почему вы увольняетесь? А мне хотелось уже самому что-то делать, куда-то бежать. Ну, вот я говорю, интуитивно это все, не столько осмысленно, потому что после того, что было накоплено там с Андреем Сенчем, что я впитал, мне хотелось оказаться где-то одному, подумать еще и почувствовать, могу я это что-то сделать без такого патронажа, скажем так, без учителя, тем более он уехал потом. И в конце концов случились эти 90-е, когда Мосфильм что-то не закрылся. А я в театре здесь, в Казани пришел в ТЮС и сказал, вот я работал с Тарковским, хочу у вас художником поработать. На меня смотрят как на сумасшедшего, как оттуда, сюда, и дали мне задание, значит, вот давай сделай декорацию, значит, я на следующее утро уже приношу готовый макет со всеми, значит, раскадровками, там, мизансцены и так далее. В общем, дело пошло. Вот энергия, которую я там получил от Андрея Сенча, от работы с ним, она, она, она не позволяла расслабиться. Все, я, все, а ловерный мой, закончился, извини, Андрей. Нет, это очень интересно. Да, ну, собственно, Евгений, теперь я вам бы хотел тоже слово передать. Спасибо. Ну, у меня судьба тоже была благоприятна ко мне, и я очень хотел работать на Сталкере, и так случилось, что я туда все-таки попал, хотя до этого я работал с Эльдаром Александровичем Гризановым, и после этого я с ним проработал семь картин, но Сталкер, это, конечно, совершенно незабываемое впечатление. Так случилось, что на Сталкере довольно много поменялось людей в процессе работы, и Сталкер снимали три раза, был первый Сталкер, был второй Сталкер, и итоговый, и главный был третий Сталкер. Вот я один из немногих, всего было, по-моему, четыре или пять человек, которые проработали на всех трех Сталкерах. Вот, и Рашид меня просил сказать несколько слов об Александре Бойме. Это был художник-постановщик, который был до него замечательный художник, один из лучших наших художников в кино. Достаточно сказать, что когда Андрон Михалков-Кончаловский делал фильм «Дворянское гнездо», он пригласил, как он пишет, трех лучших художников в стране. Николая Двенгубского, Михаила Ромадина и Александра Боима. И Боим проработал «Боима». Я отключился, это Марина Арсеньевна Тарковская. перезвоню обязательно. Обязательно. Боим принес в эту картину на мой взгляд очень важную вещь. «Боима», когда они выбирали первый раз на туру для «Сталкера», они были в Ташкенте. И там они увидели разрушенные бани. В 66 году в Ташкенте было страшное землетрясение и там разрушено было очень многое. Но вот на эти бани обратил внимание Андрей Арсеньевич. И Боим на них посмотрел, даже нарисовал там какой-то эскиз, но потом отказался, но он принес в группу альбом «Пиранези». Андрей Арсеньевич сначала так его полистал, отложил, но потом все-таки вот эта эстетика величественных руин, она нашла свое отражение в фильме и прежде всего в фактурах, о которых говорил Рашид. Я думаю, что это сыграло довольно большую роль в фильме. А уж доводил все эти фактуры во втором году, то есть на второй год съемок и в третьем сталкере Рашид Софиуллин. И его труд, конечно, был, во-первых, гигантским, во-вторых, невероятно точным, скрупулезным и кропотливым. Спасибо огромное. Ну, теперь я бы, собственно, Аня, Арина, хотите ли вы что-то сказать про работу, собственно, над книгой и работу с самим Рашидом? Потому что, во-первых, конечно, когда один художник встречается с другим художником, это всегда непросто, вот, поэтому это мой даже вопрос Карине, как удалось в книге, так сказать, в общем, как вы работали вместе, и Аня, тоже к тебе вопрос, поскольку я знаю, что текст создавался долго и сложно, ну, в общем, несколько слов, если можно, о непосредственно вот этом продукте, я бы так сказал. Для меня было чистое счастье работать с Рашидом, мы друг друга, мне кажется, поняли сразу. Взаимно, взаимно. Да. Такая какая-то взаимопомощь и вообще прекрасный материал. Хочу сказать огромное спасибо Сергею Бесмертному, которого я видела маленькие квадраты здесь есть в фотографии. Вот. И такой автор. И все как-то сложилось, в общем, мне очень понравилось. Я могу добавить, что мы ездили с Ариной в командировку в Суяр совершенно замечательно на несколько дней. Вот. Но вообще эта книжка, конечно, делалась по любви. И... Виктор любви. Да, по любви. И я рада, что хотя бы некоторые из ее читателей сейчас услышат вот эту прекрасную размеренную речь Рашида. У меня записи на шнеписе несколько часов. И я их когда расшифровывала, вообще единственный раз в жизни получала огромное удовольствие. У меня так успокаивающе действует. И мне кажется, что я буду к ней возвращаться еще много-много раз, просто переслушивать, чтобы улучшить карму. Вот. И... Ну, в общем, моей задачей, главной задачей очень сложной было хотя бы отчасти сохранить вашу интонацию в книге и этот тритм речи. Я надеюсь, что хотя бы отчасти мне это удалось. Спасибо большое. Удалось. Но вы хорошо причесали, потому что мои рассказы, они были лохматые, очень лохматые. В каком смысле? Они растрепанные, веселые, но растрепанные. Их надо было привести в порядок, их надо было создать какой-то виден в стиле все это сделать. И, в принципе, убрать лишние эмоции. Это хорошо, когда рассказываешь друзьям, можно хохотать, смеяться, но, в принципе, там же, так сказать, можно и шутить. Но в книге все по-деловому. И, в общем, коллеги, как-то художники восприняли очень хорошо, что это рабочий материал, в принципе, такой. Для художников кино может быть очень интересным. А само кино, конечно, я думаю, что вообще кинопроизводство это фантастическое событие. это как цыганский табор или землетрясение. Не знаю, это все вместе, по-моему. Потому что в этот момент нужно еще успеть сделать, выполнить главную цель, а тут происходит одновременно огромное количество событий. И неожиданных, непредвиденных. Таких событий вот в Сталкере было огромное количество. Я какой-нибудь один из них расскажу. на самом деле многие же здесь присутствующие сегодня не знают этой книги, не читали, но рассказы какие-то были в Авгике, вот мы рассказывали, меня вызывали там на каких-то выставках. А выставок тоже было сделано большое количество. Об Андрею Сенчу, о его творчестве и посвященном юбилею, всевозможным юбилеям, днём рождения и так далее. Одну из выставок в Манеже мы делали до того, как сгорел этот Манеж, мы делали с Андреем Андреевичем назывался Мартиролог. Вот это как раз до того, как вышел Мартиролог. Правда, Андрей? Вмечательная выставка, великолепная. И выставку мы ещё делали и одновременно присутствовал там Михаил Ромадин, вот один из тех великих художников кино. и он значит, оценивал как бы и открывал выставку Михалков. Значит, это было на фоне Золотого Орла или ещё какого-то, как назывался этот кинофестиваль, я сейчас не помню. Московского кинофестиваля. Московский. А, Московский международный кинофестиваль. всевозможных выставок было огромное количество, ну, я не знаю, десяток как минимум, но самое потрясающее для меня было, была маленькая работа. Это Завражье. Это там место, где родился Андрей Алексеевич Тарковский. Дом, родной дом Тарковского. Правда, он уже перестроен, потому что тот, который был, его привезли там в водохранилище, оттуда увезли, дом потом перестроили, одноэтажным он стал, а дом двухэтажный. И вот мы с Мариной Арсеньевной придумали изумительную концепцию, потрясающую, красивую концепцию. До сих пор мне жалко, что мы как-то так отошли от нее. Ну, например, зачем ехать далеко-далеко в это Завражье для того, чтобы прочитать на стенах распятую книгу о Тарковском? Ну, что такое распятая книга? Это в определенном смысле музейщики меня поймут. Когда там тексты, 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 фотографии, тексты, это как распятая на стене книга. Зачем ехать туда? Туда ехать для того, чтобы постоять на том месте, где посмотреть, подышать этим воздухом, на эти места посмотреть. Там, где жил Тарковский, там, откуда он произошел, каким воздухом дышал. И вот потрясающая идея у нас возникла. Я сейчас расскажу, это в книге нет. Я хочу дополнить книгу. К сожалению, нет в книге этого рассказа. А он изумительная идея была. Значит, в семье Тарковских был Гаргунт, фотограф Гаргунт, друг семьи. И он сделал панораму, а в те времена, по-моему, панораму не делали. Это же аппараты были сложные, большие, сложные аппараты. Сделал панораму, широкоформатный, какие-то неполероиды. Раньше они как назывались? Настекли негативы. Он сделал панораму, значит, два снимка. Панораму, где мать формит грудью новорожденного Тарковского. Потрясающе. И этот дом, эти два дня есть на вразе. А? Андрей, видел, да, это? Это фотографии людей, да. Этот дом, эти два окна и эта фотография, и я решил это совместить, сделать большой, большой слайд, совместить, и чтобы свет, исходящий из тех окон, оживил это пространство, пустое совершенно пространство, и мы видели маму, Андрея, обстановку все это, и этот свет. и больше ничего не рассказывать о Тарковском уже как бы на уровне учебника. Вот такая была красивая идея. А вот как нам Юлия Анохина пишет в Пандан, соответственно, в чате, Рашид, вы просто изумительно оформили выставочное пространство в Завражье, никогда не забуду эти легкие полупрозрачные ленты с семейными фотографиями и начнут дальше задавать некоторые вопросы, которые уже поступают в каком-либо количестве, поступили. К вам, Рашид, вопрос про Дюны в храме Сталкера. Что это? Да, в общем, я говорил уже, в кино это все время какое-то фантастическое приключение. В первом варианте, это Женя еще может подтвердить, в первом варианте Сталкера там это должны были быть не Дюны, там должны были просто лежать оплавленные мешки какие-то, цементные мешки, зал большой, пустой и какие-то мешки. Но во втором варианте уже Андрей Сенч сделал, я ему помогал, кстати, делать эскизы, ну так, фактурить, потому что с фактурами у меня все хорошо. А эскизы делал он Сталкер. Во втором варианте уже были Дюны. Андрей Сенч нарисовал Дюны. Почему он так решил, я не знаю, может, Женя знает. В общем, это смотрелось уже гораздо сложнее и интереснее. Так вот, что это за Дюны? Мешки были закуплены с перлитом. Это такие, перлит, это такое пушистый, ну, как крошки пенопласта. Они для утепления применяются обычно. Эти мешки лежат, а у нас денег нет. Мы не можем сегодня строить новые декорации какие-то, ну, то есть, покупать что-то, вот, а как эти Дюны сделать? Вот из мешков, из перлита, вот мешки перлита, бери, они легкие, можно их подкидывать, а по ним еще ходить надо? Они же ходят по ним. А потом еще Андрей А я хочу, чтобы, когда они идут, пыль поднималась, как на Луне. Ну, это образно говорит, на Луне пыль не поднимается. Интересно, интересно, а как из этих мешков делать? Я буду рассказывать долго, ой, как-то мне надо покороче это все рассказать. В книге этот и есть рассказ. Коротенький. Есть, нет, Арина? Да, да, есть, конечно. Есть, да? Дюна называется. Ой, Дюна называется, да. Ну, в общем, еще один художник фабриков был, значит, два художника у нас. Главный художник Андрей Алексеевич Тарковский и два просто художника фабриков и вот я. фабриков должен был работать на Мосфильме, а я на натуре. На натуре, натурных объектов у нас было много и Андрей Алексеевич сказал, слушай, там тебе замотает бюрократия всякая там, в общем, а фабриков сможет, пусть он в декорациях. Так вот, фабриков понимает, что абсурдность этой задачи из перлида сделать Дюны невозможно. он просто развернулся и ушел. То есть, мы его не видели. Я его больше не видел. Он отказался делать из перлида. Остался я. Но вот, денег нет. Пару бутафоров мне дали с двумя пар тетками, с двумя тетками мы соорудили вот этот, вот эти дюны и сделали так, чтобы еще пыль шла и чтобы можно было еще актеры ходили. Аперит он легкий и он как раз мне помог. Когда мы эти мешки обтянули холстом, там, зацементировали, попытались еще, закрепили каким-то образом, но все равно это было страшненько. Я обсыпал это все перлитом, а сверху еще цементом, а сверху еще пигментом и когда они наступают, на самом деле поднимается пыль. Так что и в этом случае оказалось, что и перлит мне помог. Ну, в общем, для этого нужно было конечно зубами натягивать этот холст. Эти, в общем, это даст достаточно активная работа такого чуть-чуть умалишенного человека, на самом деле, потому что из этого всего нельзя было сделать, но мы сделали. Андрей Алексеевич снимал эти дюны, но он был не очень доволен. Я тоже не очень доволен, но уже все, время вышло. И потом он уже, я еще бегаю, там, есть одна фотография, я еще бегаю с краскопультом, что-то там кто-то прошелся, перлит открылся белый, испортил дюны. Он говорит, хватит, Рашид, все, хватит, уже все, больше не заходи туда. То есть, ну, тут что делать? Начальник приказал уйти. Я уже не мог ничего сделать. Сегодня я сделал бы это по-другому. Поставил, все бы обкрыл полиэтиленом весь этот павильон огромный, номер один, завезло песка, включил эти витрогуи, это пропеллеры, на самом деле, это от самолетов пропеллеры. Вот тогда дюны получились бы как на природе. Настоящие. Вот я так сегодня думаю. Так бы я это сделал. На самом деле, автор вопроса Олег Гудков уточняет, что он очень интересно как сделаны дюны, но не объяснял ли Андрей Арсеньевич, что они значат? Нет, ничего, это всего лишь какое-то наслоение. Здесь давно не ступала нога человека, занесло пыль, песок откуда-то в огромный портал. Там впереди виден портал этот, который у нас был еще с занавесом покрыт. Он говорит, я хочу вот занавес такой, чтобы страшненько было, чтобы что-то там появилось и исчезло. Но мы не видели, что это. Интересная задача. Денег нету, вот я еще раз повторяю, но нету, нечего делать. И я, значит, хожу по мосфильму, брожу, смотрю по всем закоулкам, по всем свалкам, какие там есть, нахожу мотки проволоки, какие-то мотки проволоки, разной толщины проволока. Я дернул одну проволоку, то есть этот моток, он так зашевелился и долго как бы шевелится. Ой, то, что надо. На электрокар погрузил, привез, развесил, покрыли мы это еще паутиной, вытащили на свет и отпустили. И это, вот это колышет, и что-то вот такое, такое, такое странное уходит в тень. Замечательно. Все это было, я в восторге, Андрей Синьевич тоже понравился. И вот, сгорел этот занавес, нет его в фильме, сгорел. Каким образом? Идет съемка, все замечательно, кадр, орел полетел, актеры идут, и вдруг с огромного прибора, это диги назывались такие приборы, они там угольные такие, оттуда падает искра на паутинку, паутинка вспыхивает и мгновенно сгорает. И Андрей Синьевич говорит, стоп, ну стоп, это камера стоп, во-первых, и актеры уже понимают, что съемка прекращена. А потом он ругает себя, эх, зачем я это сделал, это такой был подарок, подарок судьбы, вот такой подарок, что вот это вспыхнуло, это же запланировать нельзя, пожарники бы не разрешили. Это красивых таких моментов было много, которые не упускали, и это, которые ловили в кадрах, но был еще один замечательный с туманом, это отдельно я расскажу. Ариночка, скажи, пожалуйста, что больше тебе не понравилось в этой книге? Ну вот я нарочно сам себе задаю каверный вопрос. Будут каверные вопросы? У нас довольно много вопросов, кроме этого, но, конечно, интересно послушать ответ. Что не понравилось? Что не понравилось, мы убрали. Ну все. Так, а я продолжаю зачитывать вопросы. Значит, вот такой комментарий, написанный латиницей, к сожалению, постараюсь его воспроизвести. Тенгиз Мирзашвили, о котором мы говорили, это Чувчик. Не знаю, что это значит. Чувчик. Чувчик. Чувчик его называли. Да, такое ласковое прозвище у него было. Замечательный грузинский художник. Это просто комментарий, мы можем его пропустить. Следующий вопрос. Ян Антонышев пишет нам. Добрый вечер. Будет ли что-то связанное с Тарковским или Сталкером в квартале Ротермани в Таллине? Спасибо. Я не знаю, кому этот вопрос. Коллеги, кто знает, ответьте. Может быть, я скажу. Квартал Ротермани это было такое комплексное сооружение. Это была мельница, макаронная фабрика, элеватор. И это такое зловещее здание, которое присутствует в тех кадрах, когда наши персонажи движутся к заставе ООН. Это стояло многие десятилетия таким пустым и довольно страшноватым зданием, но последний раз я был в Таллине в 2015 году, там шел интенсивный процесс превращения в гостиничный комплекс с плавательным бассейном, с фитнес-центром и так далее. А его уже достроили, я могу допускать. В декабре на фестивале там ничего не осталось. Ну, осталось это здание, оно отреставрировано, и как бы той атмосферы, того состояния, которое было во время, не осталось ничего. Я не был на Яголе, но в городе уже ничего практически не осталось. в фильме часть декорации как раз с фактурами с той сгоревшей макаронной фабрики. Значит, дальше следующий вопрос. Сейчас я отмотаю, я по очереди просто все сдаю. Уважаемые коллеги, можете не повторять вопросы в чате, я все вижу, просто сдаю по очереди, от более ранних к более поздним. Вот снова вопрос от Юлии Анохиной. Рашид, правильно ли я понимаю, что Магбет это был спектакль, который собирался ставить Тарковский, пока ему не разрешили Гамлета? По-моему, Катерина Компанеец рассказывала мне, что изначально ему не разрешали ставить Гамлета, и он размышлял над Магбетом. И Тенгиз вроде бы делал какие-то эскизы к этой постановке. Так ли это? Да, 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 так оно и есть, видимо. Ну, всю историю я доподлинно не знаю, но эскизы Тенгиза я видел к Магбету и с ними работал, а потом эскизы делал, он был главным художником спектакля Гамлет, он делал, он вот как раз позвал меня быть сценографом в каком-то смысле, потому что я делал макет сначала, все это придумывал, а мои друзья, с которыми мы как раз в Москве работали, они говорят, а что ты делаешь? Я говорю, макет делаю, а ты знаешь, как его сделать? Что, что, вот, какая-то, какую-то, какую-то задачу перед тобой ставили, ну, ставили, чтобы она была двухэтажная, вот и все. То есть, как на втором этаже там Гамлет потом уходит в какое-то белое пространство. Все остальное надо придумывать. Вот, мы сделали макет Марку Анатольевичу это очень понравилось от Захарова, макет бумажный, он никогда не видел, видимо, не делают в театре обычно, бумажных макетов, делают сразу из металла, дерева, из тряпок, клееные. Он, когда я принес уже большой макет с размерной, значит, этой сцене, промеренный, в металле, в дереве выполненный, он говорит, ой, мне тот нравится, побежал к себе в кабинет принес вот этот, давайте, значит, по нему будем разговаривать. В конечном итоге получился спектакль очень тихий, я бы сказал, по сравнению с тем спектаклем, который Марк Анатольевич, Марк Захаров делал в это время. Он делал спектакль «Звезда и смерть» «Хоакин Мурьетт». Если кто-то видел или слышал, это очень такой динамичный, с танцами, в общем, громкий, громкий, громкий спектакль. А наш спектакль был тихий, ему надо было, там танцев не было, грохота тоже не было, и, в общем, был он такой. Это я одного замечательного художника позвал, он сказал, но этот ваш спектакль, как-то он определил, очень точно, то есть требует очень внимательного, очень хорошего зрителя, хорошего зрителя, который готов к разговору, готов слушать, не танцевать вместе с этим спектаклем, но, в общем, слушать и вникать в те монологи и диалоги, которые происходили на самом деле. Все, про спектакль. Вопрос к Евгению Цимбалу, когда выйдет ваша книжка о сталкере? Ну, вы знаете, я ее писал 30 лет, написал нечто огромное и, на мой взгляд, не очень меня устраивающее, потому что, наверное, я менялся, времена менялись. Сейчас, я ее закончил два года назад, сейчас я ее редактирую, пытаясь сделать ее более интересной для читателя. Ну, давайте мы перейдем к другим вещам. Вот тут есть вопросы, например, откуда вот взялись эти холмы в храме сталкера? Ну, я бы вообще поостерегся назвать это место храмом, честно говоря, но холмы, я предполагаю, возможно, я не прав, возникли на первом выборе натуры по сталкеру. Там был выбор в Закавказье, а потом искали натуру в Туркмении. Из Фаре? Нет, из Фаре это дальше было. в Туркмении и потом Андрей Арсеньевич летел из Туркмении в Ташкент и он летел над пустыней Каракум. И там вот эти бесконечные холмы, дюны это первый источник. Второй это из Фара, где чрезвычайно интересный ландшафт и там горы, которые если с чем-то сравнивать, они сопоставимы с внутренностью грецкого ореха или если уж так совсем решительно сравнить с человеческими мозгами. вот какая-то эрозия почвы, которая создала вот этот невиданный пейзаж. Я думаю, что потом это как-то возникло в воображении Андрея Арсеньевича и он решил это создать на Масфильме. еще был вопрос снималось ли что-либо в Литве? Нет, в Литве ничего не снималось. На Сталкере все снимали в Эстонии и в Москве. Откуда черная собака? Черная собака возникла неожиданно. Сначала Андрей Арсеньевич хотел, чтобы в Сталкере была лиса. Он очень увлекался книгой китайского классика замечательного писателя Пусун Лина. У него есть книги о лисах. А лиса вообще в китайской мифологии это такое очень многозначное животное. Оно может быть и добрым, оно может быть и злым, оно может быть и оборотнем и превращаться в человека. Я пытался найти лису, но выяснилось, что, во-первых, лиса не дрессируемая практически животное. Андрей Арсеньевич, я спросил, что она должна делать? И он замечательную фразу сказал, но, к сожалению, совершенно невозможную. Он сказал, она должна ходить в кадре там, где нам нужно. В конце концов, значит, я звонил даже в цирке, узнавал, советовался, сказали, нет, это невозможно. И тогда я предложил собаку. И это тот счастливый случай, когда, так сказать, любовь Андрея Арсеньевича к своей собственной собаке, я знаю, ее звали Дак или Дакус, он скучал по ней, он сказал, найдите собаку, но только не надо черного пуделя, пусть это будет овчарка. Значит, и я нашел такую собаку, это отдельный рассказ, я об этом пишу в книге, фантастическое животное, но, кстати, когда Андрей Арсеньевич формулировал задачу, он сказал, Женя, вы были в музее изобразительных искусств Ленин Пушкина, я сказал, да, был, вы видели там скульптуру бога Анубиса, я говорю, да, и он вот сделал такую вот штуку, которая очень похожа на ту собаку, которая, значит, там в музее, он сказал, вот если вы найдете такую собаку, будет очень хорошо, ну, я нашел практически такую же собаку, но ее нельзя было использовать на съемках, потому что она принадлежала женщине без ног, и это была ее, так сказать, ну, можно сказать, горничная обслуга и так далее, но потом я нашел эту черную собаку, которая великолепно работала, абсолютно гениально, Андрей Арсеньевич говорил, что просто нам Бог ее послал, и придумал для нее эпизоды, которых ее ведь вообще в сценарии не было, он придумал для нее эпизоды, которые снимались и в Москве, пожалуйста, какие вопросы? А там просят повторить вас название книги писателя, который писал про Лис. Пу Сун Лин. У него монахи-волшебники и так далее. Он очень интересный писатель. Ага, давайте следующие вопросы. Тут, собственно, вопрос был не только про Литву, и я объединил эти два вопроса в один, и, наверное, адресую ко всем, и к Рашиду, и к Андрею, и к вам. Что вы думаете по поводу мифа о том, что Сталкер подорвал силу режиссера и всей съемочной группы, явился триггером болезни и несчастья, а также вопрос про Литву был связан с тем, не снимали ли фильм как в какой-то реальной зоне, и что с этим связаны скорые уходы из жизни Дарковского, Кайдановского, Солоницына и Гринько. Я думаю, что, наверное, сначала надо слово дать Андрею. Ну, я не знаю, насколько это легенда или это реальность, но я не думаю, что в какой-то степени это повлияло. Я не знаю, я не был, вы, наверное, Женя, лучше знаете места съемок на натуре в Таллине, но я не думаю, там были какие-то настолько опасные зараженные места, которые могли повлиять на здоровье. Понимаете, по крайней мере, то, что повлияло на судьбу отца, это не было не только Сталкер, это была вообще его жизненная судьба и история его работ. Все эти сложности были связаны не только с Сталкером, каждый фильм давался чрезвычайно сложно и трудно, поэтому не мудрено, что его здоровье было уже давно подкрашено этим, поэтому я не думаю, что Сталкер был каким-то таким именно местом съемок, которое повлияло так на его здоровье. я думаю, тут немножко более общие вопросы именно его связаны с его судьбой, с его творчеством в России. Здесь вопрос возникает еще в связи с календарем, который появляется на такой панораме. Да-да-да, это тоже есть, 29 декабря. 28 там стоит. Почему говорят, да, это может быть, так сказать, последний, предпоследний день жизни Андрея Васильевича, не 29, 28 стоит. Но этот календарь выбирал, вот Женин лучше расскажет про этот календарь. Ну, я скажу, что я не могу согласиться с Андреем относительно того, что не повлиял. Конечно, судьба Андрея Арсеньевича была очень сложной, и он болел в послевоенные годы. Во-первых, войну было холодно, и это способствовало там тому, что простужались, Андрею Арсеньевичу приходилось вместе с мамой и сестрой ходить на Волгу, собирать, выламывать изо льда какие-то куски дерева для того, чтобы можно было протопить печь. Очень сложные были съемки в Ивановом детстве, тоже в воде, потом в Андрее Рублеве было несколько времен года. А что касается сталкера, то там было два фактора, на мой взгляд. Первое, это то, что мы снимали у реки Ягола, которая протекала через целлюлозно-бумажный комбинат Кехра, который находился в верховьях этой реки, и когда Советский Союз распался, то финны заплатили эстонцам за то, чтобы этот завод был закрыт, потому что он был чрезвычайно вредным. И вот в этой реке, вы помните там эпизод, когда по реке по пене гуляет ветер, и такие небольшие смерчи ходят. там был очень сильный щелочной запах, мы постепенно, конечно, к нему принюхались и забыли, но это было, конечно, очень вредно. А во-вторых, тот самый пиролит, о котором рассказывал Рашид, это ведь тоже очень вредное вещество, которое легкое, оно поднимается в воздух, а потом с дыханием попадает в легкие. И перлит был запрещен по технике безопасности и его не использовали. Вот то, что касается здоровья. Да, еще чайки у нас, по-моему, пострадали в этой воде, которые... Там рыбы, которых мы туда выпускали, в этой воде умирали через несколько минут. Спасибо. Следующий вопрос, Евгений, снова к вам. Можно ли узнать, в какой версии сталкера участвовал художник Шавкат Абдусаламов? Спасибо. К слову, вчера у Шавката был день рождения. Ну, я рад поздравить Шавката и пожелать ему здоровья и всего наилучшего. Шавкат, к сожалению, проработал на сталкере довольно короткий срок. Я думаю, что порядка 20 дней. Это был второй сталкер. Мы снимали в это время еще летнюю натуру, а уже был конец сентября и начало октября. Натура сначала уходила, а потом просто ушла. просто там ряд всяких обстоятельств заставил прекратить съемки, в том числе постановления Госкино и Мосфильма не утвердили двухсерийный вариант сценария, а без утвержденного сценария они не разрешали снимать. А Андрей Осенчин, наоборот, стремился успеть переснять, и я думаю, что если бы это случилось там на несколько дней, на 10-15 дней раньше, мы бы успели переснять, потому что еще можно было создать лето в тех осенних условиях. Ну, мы знаем, Шавкат большой художник, достаточно вспомнить фильм Элема Климова «Агония». Рашид, следующий вопрос. Рашид, здравствуйте, от Михаила Ядрова, 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 не знаю. Рашид, здравствуйте, как происходило взаимодействие с Андреем Арсеньевичем на площадке? Он постоянно присутствовал при оформлении декораций или нет? Нет, значит, получилось так, что на натурные объекты я выехал и был один. Сколько я там делал, не помню, месяца два, что ли, или месяц. В общем, там были сложные достаточно объекты, это танки, с танками объекты, с этой электростанцией, с плотиной. Надо было все объекты подготовить. Меня отправили в группы бутафоров и художников и постановщик называется, это тот, который типа столера, он может сколотить из дерева что-то, его называют постановщиком. Вот несколько человек мы туда выехали и работали достаточно продолжительное время, вот с этими, сделали эти декорации. и что интересно, мы почти не говорили с Андреем Алексеевичем про эти декорации, потому что я до этого уже проработал на первом сталкере, тот, который, которого нет в принципе. Я уже знал эти декорации и, в общем, понимал, что здесь надо было вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. у меня все это было в рисунках уже зарисовано. Но самое интересное, один из объектов, он все-таки сказал, Рашид, вот там у нас были неудачи с двумя художниками в этих декорациях, а надо было что-то придумать. Если две неудачи были, третья уже не могла. А что? Он говорит, Рашид, вот я люблю, мне нравится цвет по желтой бумаги, чуть-чуть обгорелый. Я говорю, все, понял. Все, про эту декорацию, все, что было сказано. То есть я приехал и начал придумывать, как же с этой желтой бумагой и что с этим делать. А так как у нас в то время бумаги было полно, ровная бумага, и конторский клей у нас был и столярный клей, ну и бетумной лак еще был, вот пигменты были сухие. Все, весь материал, который мы располагали, я располагал. Значит, я стал наклеивать на фасад эту бумагу и сжечь ее паяльной лампой. Она очень красиво подгорала, но конторский клей дал потрясающий эффект, но все время везет. Значит, конторский клей спучивается, когда его греешь, он как бы разворачивает и начинает создавать очень красивые сложные фактуры. А, да, был еще гудрон у нас. Гудрон это такая, как, знаете, наверное, что такое гудрон, да? Его вот взрослые знают, его как жвачку жевали. Это такая черная масса, нефтяная, застывшая. Значит, ее разогревали, значит, в тазах над костром, и я поливал эти, это стены, значит, это все затекало черной массой такой, и посыпал еще там серебряной и бронзовой пылью. Получалось очень красиво. Ну, что паутину делали, это мы делали из пряжи, в основном, из капроновой пряжи, а потом на Мосфильме один из талантливых бутафоров, значит, придумал пистолет такой, который стреляет вот этой паутиной. И это мы тоже работали уже, но на Мосфильме декорациях. А там все вручную, все. Андрей Сентьев сам с огромным удовольствием использовал время, которое у него было свободное, для того, чтобы делать своими руками. Например, из ковра, ковры мы делали из мха. мшистых ковров было сделано огромное количество. Репетиция прошла, все затоптали, теперь опять надо восстановить, вот сейчас перед камерой. Один дубль опять нужно восстановить, второй дубль, третий дубль, и так много-много-много раз. И он сам помогал, с огромным удовольствием помогал это все делать. И сам делал. И есть у нас кадр, где он, мы с ним вместе делаем макроплан на вершине, на верху плотины. А там его, этот макроплан из песочка, это микропейзаж. И с этого пейзажа, микропейзажа, он как объяснял, каким он должен быть. Это говорит, должно быть, как будто мы с птичьего полета видим землю. То есть там деревья какие-то должны быть, мелкие, горы, холмы, вода. И все это надо было сделать вот на этом пятачке наверху этой плотины. А ветер, сегодня ветер сдул, завтра опять это все нужно повторить. Если солнышко или там уже время к закату, оператор говорит, снимать нельзя, все. И мы делали этот макроплан огромное количество раз. Потом, если вы видели фильм ностальгия, этот макроплан там возник, такой мощный, потрясающий, но его сделали в помещении уже, там ничего наверное не сдувало, но он получил, мы там сделали эскиз того большого макроплана, который был потом ностальгии. он есть в фильме, его можно видеть, а потом кадр выходит на водную гладь, тишина, и погода должна была быть. Да, Андрей, ты хотел что-то сказать? Нет, 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 это действительно как раз я думаю вопрос этих барханов и дюн, которые в комнате, перед комнатой желания, наверное, тоже связаны с этим микропейзажем. Я думаю, что он просто у него хотел, он интересовал всегда микропейзаж. Это также есть и в жертвоприношении, если ты помнишь сцену с домиком, который воспроизводится, и потом кадр поднимается на реальный дом. Да, да. Всегда интересовало вопрос соотношения пропорций, масштаба. Масштаба такого потрясающего. Чтобы доказать, может быть, условность нашего восприятия реальности, и насколько реальность может быть сложнее, глубже, шире, чем просто наше зрение и наше видение. В каждом фильме у него есть такие идеи, планы. Кстати, о ностальгии он говорил, что там этот микропейзаж не удался. Сейчас корректирую. Ничего себе! Он мне понравился. Он долго ругался с Андреем Кризанти, главным художником фильма, по поводу этого плана. Мне тоже понравился. Я не знаю. Мне тоже кажется, что он... Он другой хотел. Но в принципе с Андреем Алексеевичем я просто скажу, наверное, людям интересно, как было с ним работать. Я его не бегал, не спрашивал, а вот это как сделать? Или вот что? Мне только нужно было знать, какие планы будут снимать. Для того, чтобы самому бежать и самому что-то там уже сделать. И он не ходил, не говорил вот это вот так, вот это вот так. То есть таких распоряжений не было. Он сделал эскизы, он знал, что я его буду очень внимательно слушать и еще присматриваться к нему. Ну, например, если он встал в какой-то в каком-то месте на фоне у стены, предположим, и делает вот такой жест. Вы понимаете, да? Это режиссеры обычно смотрят, как бы кадр проверяет или планирует. Мне надо было уже самому думать, а что в этом кадре не так? Что еще можно сделать и бежать это делать? То есть не получая еще никаких распоряжений в этом. И только по его одобрительному или спокойному состоянию, одобрительному жесту, такому взгляду. Я мог понять, что да, я правильно сделал. Все получилось. Все как надо. Вовремя прибежал. Ну, на самом деле там из-за претения происходили этих кадров изумительных, неожиданных. По воле случая иногда. А иногда мы вгрызались, вот Женя расскажет, как мы вгрызались стены для того, чтобы создать отдельный кадр. Там, где лежат эти два трупа. Рашид, я сейчас начну немножко раньше. Ты очень точно сказал, что Андрей Арсеньевич не говорил, вот это должно быть так, так и так. Он, я запомнил навсегда эту фразу, когда я спросил, как вот выкладывать панораму, которая потом стала сном сталкера. Он сказал, Женя, ну проявите немножко фантазии. Я хочу, чтобы это было тревожно, страшно и немножко противно. И вот потом мы с тобой там трое или четверо суток в этой воде выкладывали все это. Конечно, у меня не было Женя. Женя, меня там не было. Очень обидно. Я считаю, что это один из самых лучших кадров сон сталкера. Меня как раз не было. Я по-моему на каком-то другом объекте работал в это время. Рашид, я старался сделать мое произведение. Молодцы. Я очень переживаю, когда говорят, что вот это там 28 число на календаре. Я этот календарь туда положил, совершенно не вкладывая никаких смыслов в попавшуюся страницу, которая открылась. вот. И конечно было очень интересно работать с Андреем Арсеньевичем. Он вовлекал в творчество. Единственное, что сложено, это то, что у него мысль часто обгоняла наше воплощение. И вот мы делали что-то, а ему приходило уже другое решение. И приходилось это переделывать. Мы его переделывали, а ему приходило еще более новое решение. И вот с этим мы, конечно, помучались. Мы помучались, но в то же время это было очень интересно. И делали лишнее. Рашид, это было интересно, потому что это не был произвол режиссерский. Это была борьба с самим собой, борьба со своими решениями, которых от него ждали. А он хотел чего-то нового, чего-то не очень обычного для самого себя. Я думаю, что в этом смысле «Сталкер» очень важная картина. Она как бы стала исходным материалом для всего будущего творчества. А что касается вот этих маленьких пейзажей, то Андрей Арсеньевич говорил, что однажды он сказал такую фразу «Я хочу, чтобы это был как будто склон Фудзи, японский вот этот маленький крошечный пейзаж, и хорошо было бы здесь посадить маленькое дерево такое, бонзай, но в этом фильме это нам не нужно. И я помню, мне Боря Прозоров сказал, мне кажется, если бы у Андрея Арсеньевича была возможность, он бы таких маленьких человечков туда еще расставил в какой-то нужной ему композиции. И буквально вот два дня назад я читал книжку о Ларсе фон Трире, и он говорит, мне страшно захотелось каких-то создать маленьких человечков и на них проигрывать. Вот эта вещь, которая оказывается ну как бы архетипична для творцов такого высокого и большого масштаба. Спасибо, ужасно увлекательно, это на самом деле я от себя еще два слова хочу сказать про то, как Рашид работал с Андреем Арсеньевичем, как ни странно, поскольку вот в этой книге она уникальна же не только тем, я вначале начал говорить, что действительно книг художников, которые работают в кино, очень мало, которые рассказывают о своем опыте, но это еще, конечно, уникальная книга для 2020 года, для нашего времени, которая позволяет буквально увидеть, что кино это рукотворное искусство, вот эта книжка о рукотворности кинематографа, которая здесь буквально, дело не в том, что оно проиллюстрировано, дело в том, что вот из этих рассказов Рашида рождается какая-то удивительная связь образа с его материальной природой, и я хочу сказать от себя, как, наверное, чуть-чуть киновед, что для именно Андрея Арсеньевича это невероятно важная связь образа и материальности, вот это вот, в том числе японская, вся эта саба, ржавчина, вот это, и в фильме «Сталкер», конечно, этого, ну, наверное, это такой ключевой действительно фильм для вот этой концепции запечатленного времени, и перехожу, перекидываю мостик к вопросу к Андрею Андреевичу, планируется ли, не знаю, насколько это вопрос, он адресован вам, но не знаю, насколько вы можете на него ответить, планируется ли российское издание книги «Запечатленное время», очень жарко, шундаментальный труд нельзя купить в ближайшем книжном магазине, а также переиздание уже упоминавшегося «Мортировка». Да, планируется, он планировался в этом году, но вот сейчас, к сожалению, из-за ситуации все немножко сдвинулось, я даже не могу сказать, когда точно мы можем начать его печатать. Сначала выйдет дневники переиздания и после «Мортировка», то есть после «Запечатленное время», да, это уже в программе, просто книга набирается в данный момент. Это делает мы наш институт, Международный институт Эрмия Андрея Тарковского. Она выйдет то, что как мы уже публиковали, вот он, новое издание, выверненное, исправленное снова по рукописным текстам. Я надеюсь, надеюсь, что если ситуация как бы улучшится и изменится, что мы успеем это сделать. А еще также вопрос к вам «Планируется ли открытие музея во Флоренции?» Планируется, но опять же, я вот уже три месяца не могу выйти из дома во Флоренции, поэтому пока не знаю вообще, какая будет здесь ситуация, как это будет развиваться. Планировалось на октябрь месяц в этом году, но все, я так понимаю, все сдвинулось, по крайней мере, так, как сейчас там говорится, все сдвинулось где-то на год. Здесь, по крайней мере, в Европе, особенно в Италии, ситуации из-за коронавируса. Ну и последний тоже вопрос, такой блиц вопросов к вам. Планируется ли что-либо, какое-либо издание или фонд, специализирующийся не только на изучении материалов, но и на развитие идей Андрея Арсеньевича и осмысления его творчества? Нет, ну конечно планируется. Мы неоднократно проводили разные встречи, симпозиумы. это очень интересно и, наверное, это самое важное для того, как публикация его архивов, но также и развитие его творчества. То есть, очень много людей интересуется, не только людей кино, искусства, но также других профессий творческих и научных. Так что, работы очень много и хотелось бы, чтобы это развивалось. У нас, например, тоже ежегодно проводятся мастер-классы с мастерами, друзьями, которые работали с отцом, кино в мясном доме, который он купил в 70-м году. Кстати, в этом году тоже у нас планировалось празднице, что 50 лет 24 апреля, три дня назад исполнилось 50 лет покупки этого дома. У нас был проект строить в этом году все это мероприятие, посвященное именно дому, но, к сожалению, сейчас все откладывается, наверное, уже на будущее. Евгений, вопрос еще к вам. Не очень его понимаю, но вы, может быть, поймете. Один раз в зоне в Эстонии был просмотр фильма «Сталкера». Планируете ли вы такое повторить? Вы знаете, я слышал, что там был такой выездной показ фильма на второй электростанции, там, где плотина, что привезли туда проекционную установку, экран, и приехали люди, которые сидели там на земле, кто-то в спальных мешках и показывали фильм. Я об этом только слышал. Мне кажется, идея хорошая, красивая и интересная, но будет ли это, я не могу вам сказать. Я к этому, к сожалению, отношения не имею. я думаю, это организовал, если вы помните, Женя, Арво Ихо, режиссер, человек, который был. Мы с ним в декабре как раз виделись, но он мне сказал, что эту электростанцию восстановили, она теперь абсолютно отремонтирована и действующая, то есть ситуация там немножко изменилась, но всегда можно подумать. Сейчас, я был в 2015 году, там еще не было все закончено, вторая электростанция была закончена полностью, а первая еще нет. Но что меня поразило, это все было восстановлено по безлюдной технологии. Там все работает без единого человека. Все какие-то приборы, которые позволяют владельцу, это частное владение, две частных электростанции, он сидит дома и у себя в компьютере видит ситуацию как работают турбины, сколько вырабатывается электроэнергии и так далее. Это, конечно, фантастика. А я добавлю, что Арва Иха был у нас членом жюри на фестивале «Зеркало» два года назад и замечательную выставку привозил, фотографии, пленку которых он нашел, сделанные на площадке «Сталкера». Я добавлю, что во время работы Арва тоже нам помогал в организационном плане он советовал где, что найти в Таллине, в Эстонии. Мы же приехали туда, нас никто не ждал, никто не хотел и мы должны были как-то убедить людей нам помогать и в этом смысле Арва был Петер Сим и еще один. Это было три ученика Андрея Арстенча по высшим режиссерским курсам. Во всяком случае, я никогда в Эстонии никакого отказа ни от кого ни в чем не слышал. Рашид, вопрос к вам такой неожиданный. В новом проекте «Зулейха открывает глаза» в первой серии акцент на камни. Вы делали их по той же технологии, что и в «Сталкере»? Нет. Я уже после этого делал разные проекты, работал над разными проектами. И в Москве работал, и рестораны какие-то делал, и на Рублевке каких-то, коттеджи. Но все время это крутилось вокруг каких-то технологий, которые надо было изобретать по отдельному заказу. В данном случае использовалась технология, которая была изобретена для музея, археологического музея Сыярске. Археологический музей дерева, их мало. Всего три в мире существует, или четыре максимум, потому что очень сложно хранить дерево. Здесь специалисты придумали, как сохранить дерево. А я вместе со своим сыном должен был придумать, как восстановить заново весь археологический раскоп, все эти раскопки, и как оформить здание как сказал Шамеев, я хочу, чтобы это выглядело как на той фотографии, которую я ему прислал, это берег Свияги, оттуда торчат бревна, и видны слои, археологические слои, там вода Свияга подмыла, этот берег все это время от времени высыпается, и там можно ходить и собирать какие-нибудь крестики, монетки, и всякое другое, керамику какую-то, вот я хочу, выглядело так, а для того, чтобы это выглядело так, это надо делать не из бетона, и не из дерева, не из металла, надо было придумать, из чего это сделать, и причем быстро, мгновенно, буквально за кратчайшие сроки, за полтора месяца, надо было сделать эти фасады, а интерьеры мы делали тоже много, там, в общем, сто с лишним квадратных метров в кратчайшие сроки, была придумана технология, я могу это сказать, существует сегодня современная технология, которая позволяет делать на улице такие очень сложные скульптуры можно делать, не только декоративные рельефы, и по этой технологии было сделано в золихе, я с ребятами, я всегда с огромным удовольствием работаю, с людьми, которым это интересно, мы за полдня сделали это кладбище, там около десятка нагробных плит, кратчайший срок, они были страшно удивлены и обрадованы, что оказывается, вот как можно работать, и это какой эффект получается, как это все красиво выглядит, готовый, наверняка там это все стоит, это декорация, ничего ему там многие годы, так же как нашему музею, фасаду нашего музея и интерьера по этой технологии, существует сегодня много разных материалов, современных, их пришлось изучить, испробовать, сделать эксперимент, заморозить 80 раз, 80 раз кипятком облить, и посмотреть, лупнет, не лупнет, если ты замораживаешь бетон, и потом кипятком обливаешь, то с 1-2-3 заморозок она уже начнет давать трещин, микротрещин, по глупу и так можно увидеть, нет, не трескается, хорошая современная технология существует. Два вопроса к Андрею Андреевичу, значит, первый вопрос такой, были ли у вас контакты с Лейлой и Александр, и планируете ли вы их, или вы планируете с ней связываться, видимо? Ну, с Лейлой я знаком с 86-го года, когда она работала с переводчиком на жертвоприношение, поэтому в принципе мы до сих пор общаемся, так что она, кстати, выпустила книгу об отце и сделала фотовыставку в Лондоне, в Москве. Следующий вопрос такой, спасибо огромное за вашу удивительную картину «Кино как молитва», на премьере которой я побывал в Москве и Петербурге отдельное спасибо порядку слов за творческую встречу с режиссером. Спасибо вам. Спасибо вам. Скажите, пожалуйста, как возможно связаться с вами, чтобы организовать творческие встречи и показ вашего фильма и в Калининграде. Ну, я с удовольствием, с радостью, когда будет такая возможность, с удовольствием приеду. Спасибо за слова о фильме. Здесь надо понять, когда, когда будет возникнет эта возможность. А связаться можно со мной, может быть, как-то вы передадите мой имейл или я не знаю, как мы можем сделать что-то. Я могу оставить свои координаты. Инфо собакатаковский.com мой имейл. Можете писать на него с удовольствием. А, еще вопрос, на каком сайте следить за выходом книги в России? Вы знаете, у нас пока страничка в Фейсбуке и там будет, естественно, заранее это все опубликовано. Это Андрей Тарковский, International Institute, official website, official page. Это на Фейсбуке. Институт Андрея Тарковского. Институт Андрея Тарковского, Международный Институт Андрея Тарковского, официальная страничка по Англии. Я думаю, что, может быть, эти вопросы по Калининграду еще какого-то рода можно... Да, лучше писать туда, тогда там сразу просто есть человек, который этим занимается, страничкой, и он сразу может ответить и передать мне все муцелия. А, значит, и снова вам вопрос, насколько полно сохранился фотоархив Льва Горного? Какова его судьба? И можно ли выпустить отдельно книгу с его фотографиями? Ну, что касается архива, я, честно говоря, не знаю, потому что, я думаю, у него довольно крупный архив, он замечательный фотограф, он поэт, писатель, меморист, то есть у него потрясающие фотографии, портреты Мандельштама, Афматовой. Но я... То, что касается нашего, то, что у нас архива, это именно архив семейной фотографии 30-х годов Марии Ивановны, Арсиа Александровича. И это порядка 280 фотографий, это тот архив, который отец использовал для зеркал. То есть фильм создавался по этим фотографиям. И он у нас находится, мы... Есть выставка, мы делали, посвященная этому фильму, именно этим фотографиям. Мы восстанавливаем как бы историю фильма, сравнивая кадры из фильма, моменты работы над картиной и фотографии Любая Корнинг. Что касается книги, да, такой проект есть, но... Вы знаете, архив у нас огромный архив, больше 100 тысяч единиц хранения, поэтому на это нужно время. Естественно, все материалы очень интересные, так же, как вот сейчас мы говорим о Сталкере, например, рабочие дневники Сталкера отца, где он... Он по каждому фильму существовали рабочие дневники, помимо мартиролога, это дневник личной жизни, его события в жизни, а по каждому фильму володец. И там ежедневно он записывал информацию, все, что касается работы над картиной, что очень интересно, не только для киноведок, может, немножко специфически касается картины, но все равно там очень интересно, потому что все события, история, летопись фильма очень ясная. Поэтому это тоже один из проектов, сделать книгу по каждому фильму, куда войдут рабочие дневники, сценарии и так далее. Весь материал связан с каждым фильмом. Также вопрос, вот я несколько раз он задан, куда можно высказать материалы исследовательского характера в адрес института Тарковского, как вообще с ним связаться с институтом. Я думаю, что страничка в Facebook, видимо, да? Да, 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 да. Самый прямой и верный путь. Вот, вопрос, не знаю, кому, не осталось ли больше ни одного кадра снятого рейнбергом, кроме вихрей над водой и насколько сильно конфликтовал он с Андреем Арсеньевичем в площадке. Женя! Женя! Женечка! В картине осталось два кадра. Это вот смерч, который ходит по пене и еще один кадр, о котором вот рассказывал Рашид, это когда с экибаны, с зеркала камера переходит на общий план вот этого водохранилища перед Плотиной, такой очень тихий, мирный, гармоничный, красивый план. Значит, это от того периода, когда снимал Рейрберг, астент оператора, а потом второй оператор Сергей Наугольных утверждает, что это снимал он, что Рейрберг выставил эти кадры, а потом сказал, ну давай, ну Рейрберг тоже как бы давал своим подчиненным возможность как-то расти, я думаю, что это могло быть. Вот, эти два кадра остались в основном монтаже фильма. Еще три кадра использованы в рекламном ролике, вот, а весь остальной материал, к сожалению, погиб в пожаре квартиры Людмилы Борисовны Фейгиновой, монтажера всех фильмов Андрея Арсеньевича. В начале девяностых, к сожалению, у нее случился пожар, и она погибла, и вместе с ней погиб весь этот материал. Ну вот, я думаю, что нам уже пора завершаться, но два вопроса есть. к Андрею Андреевичу первый, делился ли с вами отец какими-то идеями, мыслями, решениями, связанными с работой над фильмом, может быть, спрашивал ваше мнение, а именно мнение ребенка с зрения непосредственности вашего восприятия в тот самый момент. Ну, что касается Сталкера, нет, он, работа была очень сложная, он был очень концентрирован на своей работе, но он спрашивал обычно мое мнение после показа, первого показа фильма, не при всех, а после просмотра он спрашивал. Я могу чуть-чуть напомнить, значит, когда он собирался снимать ностальгию, еще прорабатывал и придумал вместе с Канину Гуэра, естественно, какие-то места съемок, однажды приехав, он сказал, смотри, что я придумал. То есть это очень интересно, когда человек вдруг рад этой задумке, как художник, и вот оно может состояться, осуществиться, он придумал, что внутри вот этого заброшенного храма будет стоять домик и будет идти снег, там, где Янковский сидит с собакой. Слышишь меня, Андрей, да? Да, 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 Сан-Гальгану, да, это последний. Да, да, да. И еще он рассказывал, ну, потрясающе он рассказал, очень красивая идея, как внутри храма такой российский домик, российский пейзаж, а пейзаж этот, на самом деле, очень похож на тот, который есть в них в мясном. Это под Рязанью, есть дом Тарковских, значит, и там река такая же и такие же пейзажи. Это очень похоже. То есть, как я уже потом понял, когда меня как бы находило, что в принципе ничего такого вот изобретенного, что не могло бы существовать в жизни, очень точно подмечал все вокруг. Однажды, я расскажу просто такой уже под конец забавную историю, значит, однажды он начал, у него возник конфликт с водителем. с водителем такси, а мы с ним ехали рядом, значит, стажер был и я. И мы не поняли по какому поводу. А он достаточно заводной, значит, дело в том, что в это время, как раз в это время, или он продумывал сцены с дракой, с драками, которые снимал и пытался снимать, Женя может подправить меня, уточнить, когда трое, значит, этих персонажей в зоне, там между ними происходит ссора, они дерутся. То есть он реально, это вот реально почувствует, реально, он даже есть фотография, где он изображает, как нужно устроить эту драку. В принципе, такой точный взгляд художника на то, что происходит, очень внимательный и как бы кожей прямо самому прочувствовать эту среду. И мясное там существует, и много-много-много других персонажей я узнаю по характеру, не то, что по внешнему виду, а по состоянию. он всегда говорил, Рашид, о том, что нельзя ничего придумывать, нужно всегда основываться на реальность, потому что сразу человек-зритель сразу поймет, он сразу почувствует ложь, потому что то, что не пережито, то, что неиспытано, не может показаться реальным и правдивым. и он об этом всегда говорил. Кстати, о доме и эта фотография дома, мясном, которую использовали, это был полироид, который он отдал, кстати, художнику-декоратору, выбрал место на Тибре, недалеко от Рима, очень похожее, где они снимали этот кадр из дома на реку, на туман, с белой лошадью и так далее, сон Горчакова. Это, кстати, тоже сцена туманной луны, это тоже из жизни. Он сам пишет в дневнике, как они смотрели луну, как мы были в деревне, его поразила эта сцена восходящей луны и туман, который светился вокруг реки. И он попросил, поставил, взял колышек, вбил его, сказал, вот здесь будет стоять дом, потом отошел и вбил колышек и сказал, вот здесь будет стоять камера и уехал на два месяца. Ну, съемки, декораторы строили до сточка, до сточка. Ну, они, естественно, строили фасад и не полностью дом, но дом был построен, он приехал, встал на место камеры, посмотрел и сказал, так, все сдвинуть на метр вправо, всю декорацию. И они сдвинули. Это было еще две недели работы. Он не передвинул камеру, он передвинул декорацию. То есть, вот такая точность и взгляды, вот ты был прав. Все основывалось на реальном, все основывалось на его снах, на реальных снах, на его воспоминаниях, на его жизнь. И чтобы закончить последнее, мы уже говорили об этом, да, когда он говорил, что он советовался, что он спрашивал, по картинам был вопрос. Последний раз, когда я посмотрел «Жертвоприношение», это был показ в марте 86-го года, он не пошел на показ, он уже был в госпитале, ему было плохо. Ну, мы пошли, как бы, Анатолий Даман, продюсер, и первый просмотр фильма после монтажа и после обучения в Париже. И первое, что когда он меня спросил, уже когда все разошлись, ну, что ты думаешь об этом, я говорю, замечательно, ну, как, что там произошло, я говорю, ну, он поверил, попросил, ему было дано. Он говорит, правильно, ты точно уверен, да, потому что, он говорит, я сделал фильм, там два, два, две концовки, потому что, кто не верит, может подумать, что Александру, Александру все приснилось. Он, да, он падает, он в своем сне, он ударяется коленом об стол, в конечной сцене, он просыпается, ударяется тоже коленом, то есть практически весь фильм мог быть только бред больного Александра. И если только человек, он говорит, верующий, мог подумать о том, что это действительно с ним произошло. Вот это так, это последнее у него, то, что он спросил меня о своей картине в марте 86-го. Еще, потрясающая вещь. Вот я вначале говорил о том, что происходят чудеса, как будто мы находимся сегодня и всегда находимся в этой зоне и в этой комнате, в комнате желания, где исполняется желание, но очень сокровенное, очень важное. И мне было очень интересно, мысль возникла, как бы Андрей Сенч отреагировал на мою книгу. Ох, вот очень интересно, потому что он одним взглядом мог сказать все. И тут чудо происходит, маленькое чудо. Хотите, верьте, хотите, нет. Значит, Марина Разбежкина находит записи, магнитофонные записи лекций Андрея Сенченко-Тарковского. Вчера, вчера находит эти записи. Три часа монолога Андрея Сенченко. Я могу, если я верующий, я могу подумать, что он одумрил. Я эту конференцию нашел. Это, надо сказать, я все-таки добавлю, это не лекция, Рашид, это как раз его встреча, его встреча со зрителями в Казани, собственно, потому что Да, 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 я виноват. Это как раз очень история, это про локус ваш с Мариной. Очень эмоционально начал вспоминать, поэтому ошибся. Вот такое событие. Так что подарок, подарок или приветствие, как я могу себе, ну, я себе так могу подумать, одобрение вроде бы есть. Хотя я непослушный в отношении к Андрею Сенченко. Он однажды увидев по телевизору выступление Алисы Фредлих, где она рассказывает какие-то секреты своего мастерства по телевизору, она говорит, вот что она делает, а вот что она делает, вот не надо этого делать. Художник не должен рассказывать о своих секретах, которые он сам нашел, сам приобрел. пусть они сами находят. В данном случае я рассказываю, как делался, я почему все время переживал, Андрей Сенченко, наверное, не одобрил. Я рассказываю, как делалась эта сцена, как делались хаумы, как делались те, другие, пятые, десятые, так много, все декорации. На самом деле это всего лишь ремесло, я так себе отвечаю, это всего лишь ремесло. Ремесло, которое сегодня будет использоваться или не будет. Сегодня уже компьютерная технология, там такое нарисовать могут, такие холмы. Мама не горюй. Но может быть и будет. Поживем и видим. В конце концов я сделал эту книгу, то есть мы благодаря моим друзьям на самом деле и я Сергей Бессмертного хочу вспомнить тоже. У него большое количество фотографий сохранилось. Он по-доброму отнесся к этой книге и дал возможность использовать его фотографии. У меня архивы есть какие-то. И вот Женя тоже дал свою фотографию замечательную, хотя она по-моему не попала. Или попала? Попала? Попала. Попала, да. Маша Чугунова дала свои фотографии. И Андреевич разрешил использовать кадр из фильма. Фильм как молитва. Кино как молитва. Там есть кадр, где мы доделаем последнюю декорацию на Мосфильме. И я попал в кадр. Андреевич сам позвал, говорит, вот давай вот здесь встань, я буду показывать, а ты будешь красить. Ну, то есть выстраивали кадр специально для тех людей, которые пришли снимать процесс съемки. Да, я хотел сказать, что книжка на самом деле замечательная. Кто, у кого ее нет, но кто хочет приобрести, это можно действительно сделать на нашем сайте очень легко. И первый вопрос там был в этом чате, на который я решил ответить в самом конце. Так сказать, спрашивают, что будет с фестивалем «Зеркало», но в связи с международной ситуацией я не могу сказать, в какие сроки он точно будет проведен. Мы в том или ином виде хотим его в этом году проводить обязательно. И всех, кому это интересно, пожалуйста, подписывайтесь на наши социальные сети и в Facebook, и в ВКонтакте, и в Инстаграме «Фестиваль «Зеркало». И я думаю, что пока даже фестиваль может не будет и не будет дат понятных, но мы все равно, вот, например, эту презентацию мы очень рекламировали через, так сказать, фестиваль «Зеркало». И я надеюсь, что у нас будет, вот в том числе и с Андреем Андреевичем одна задумка интересная к ближайшему выходу «Мортиролога» есть подписывать, будем вам рассказывать. Вот, все нас благодарят за встречу. Андрей Андреевич вам снова пишет «Кино как молитва, потрясающий фильм». Это лучшее кино после 1986 года. И вот, Рашид, вам привет из Жуковского, привет из Гераславля. В общем, спасибо всем. Я думаю, мы заканчиваем уже почти два часа, мы говорим. Огромное спасибо Рашид вам, Евгения, Андрея Андреевича, спасибо. И надеюсь, что до встречи Ани с Ариной. Всем, всем до свидания. Следите за нами дальше. Костя, я хотел бы желать всем участникам и слушателям и зрителям здоровья. Это очень важно. Спасибо огромное. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok